Педагогический университет ВУЗ, у которого есть свой фонд целевого капитала. И это ставит нас в один ряд с такими ВУЗами, как МГИМО, ФИСТЕХ, РАНХИКС, Высшая школа экономики, федеральные университеты. Вот только в таких ВУЗах есть эндаументы. Наверное, вы слово это много раз слышали, не очень понятно наверняка многим из присутствующих, что это такое. Если говорить очень коротко, эндаумент это источник собственных средств университета. Эндаумент это такие деньги, которые университету ни у кого не надо просить. Есть государство. Университет приходит и говорит, государство, дай мне денег. Государство говорит, хорошо, есть определенные условия, и мы тебе денег дадим. Есть, например, студенты, ну скорее их родители, хотя некоторые студенты готовы сами за себя платить. Университет говорит, ребята, платите нам деньги, приходите, учитесь. Ну хорошо, но вот мы хотим то-то, то-то и то-то. Эндаумент это единственный источник дохода, который находится внутри самого университета. И в этом смысле эндаумент всегда во всем мире, а это очень древний инструмент, старейшим эндаументом в мире сотни лет. Эндаументу Кембриджа и Оксфорда, как они называются, Оксбридж, да? И там, и там, и там, первый Оксфордский, ему более 800 лет, 800 лет существует. Это источник истинной академической независимости университета. Принято считать, что мега-университет, то есть университет по самому высокому разряду, не на уровне России, а мировые университеты, всего два составляющих элемента мирового класса университета. Академическая репутация и эндаумент. Если есть две этих составляющих, то у вас есть шанс создать университет мирового уровня. Еще один момент. Я тут недавно, считая разные цифры, а в нашем эндаументе в этом году уже более 23 миллионов рублей, и в год 25-летия мы точно преодолеем планку 25, а я думаю, что и 30 миллионов у нас будет к этому времени. Есть такое мнение, абсолютно неправильное, что эндаумент — это инструмент, куда должны жертвовать деньги олигархи. Но олигархов в стране не так много, к счастью. И в нашем университете никто из них не учился. Но это не значит, что мы не можем сами для себя создать источник своей академической свободы, своей академической независимости. Я сделал очень простой расчет. Любой из вас может его проверить. Это чистая математика. Самая доказательная из возможных доказательств. Я посчитал, что если бы 25 лет назад, когда университет только был создан, каждый, кто имел отношение к университету, все студенты, все преподаватели и все выпускники, речь идет о выпускниках, которых становится все больше с каждым годом, цифра растет накопленным итогом, жертвовали ежемесячно 1 доллар в месяц. 60 рублей. Но каждый. 60 рублей в месяц, но каждый. К сегодняшнему дню, к дню нашего 25-летия, в нашем фонде было бы 2,5 миллиарда рублей. И мы были бы в одном шаге от реальной финансовой независимости. Мы были бы под стать крупнейшим мировым вузам, которые не подчиняются Министерству образования. Я не призываю нас к этому, безусловно, мы государственный вуз. Но иметь источник независимого дохода, это важнейший элемент академической свободы высшей школы, академической свободы университета. Мы делаем премию, в первую очередь, для вас, для вас как студентов, для вас как будущих или действующих преподавателей. Мы хотим, чтобы каждый, кто имеет отношение к университету, знал о том, что такой фонд есть, мы хотим, чтобы каждый понимал, для чего этот фонд существует. Именно поэтому весь доход, который мы сейчас получаем, он совсем маленький. Это знаете, как яблони, вот мы ее посадили, и вот в прошлом году там первое яблочко на ней появилось. Мы это яблочко разрезали на 13 частей, по кусочку каждому студенту, лауреату премии «Люди МГПУ» вручили. В этом году доход уже больше, мы полтора миллиона заработали. Это, в общем, отдельная история, я бы тут поаплодировал, честно говоря. Потому что деньги мы реально по копейке собирали. Я очень надеюсь на то, что каждый из вас здесь присутствующих, кто сейчас меня слышит, ну как-то отложит в душе, в голове, в душе, это рассуждение, это размышление, эти цифры, о которых я говорю. Успех нашего университета реально, вот этот пример про один доллар в месяц, реально зависит от каждого из нас. От каждого из нас. И этих успехов я вам желаю. Спасибо.